Это вопрос особого расследования. Правда, никаких следов Дмитрия, живого или погибшего, обнаружить не удается. И поэтому близкие живут пусть призрачной, но все-таки надеждой на его спасение. Я надеюсь и буду ждать каждый день, каждую минуту. Да, тяжело, конечно, тяжело. Тяжело завтра, послезавтра, через полгода представить себе, что, может быть, ситуация не разрешится. Это ужасно. Это, опять же, боль в сердце. Но я буду ждать. Ольга Григорьевна Завадская – врач. И после основной работы она часто берет ночные дежурства. Возможно, ей так легче справиться с мыслями о сыне. Она не пропустила ни одного заседания суда по делу Дмитрия. В глаза каждому из обвиняемых смотрела не раз. Ждала хоть намека «Где же Дмитрий?». Она не верит, что банда Игнатовича – главные похитители. Я никогда не предполагала, не могла даже себе представить в страшном сне, что такое может случиться именно с Димой. Никогда не могла бы поверить, если бы мне даже кто-то и говорил об этом. Страшно думать, что такая у него судьба, ему бы была такая судьба. Но как бы то ни было, и какие бы решения ни выносили, ни суд, ни пресса, у меня всегда остается в сердце мысль о том, что Дима жив, и он вернется. Каждый эпизод этой страшной истории – предмет отдельного расследования. Правда, условий для его проведения в Белоруссии пока нет. Виктор Шейман и Юрий Сиваков на обвинения в свой адрес не реагируют и продолжают спокойно работать. Дмитрий Павличенко так и остался командиром СОБРа и публично поклялся выполнить любой приказ президента. С большой помпой он проводит учения своего отряда, куда приглашает руководителей белорусского государства. Сам президент Лукашенко о пропавших людях уже давно не вспоминает. Он демонстрирует заботу о силовых структурах. Это его защита и опора. Имейте в виду, что эти структуры мною поддерживались и лелеялись, если хотите, три последних года. Я знал, что нам придется защищаться, и не только мне, но и вам. И нанесение ударов без согласования с президентом по отдельным сотрудникам этих людей я категорически не приемлю. Есть в белорусской деревне Бобр новая церковь. Ее построили недавно местные жители на собственные деньги. Пять лет молодой художник Олесь Пушкин ее расписывал, и теперь прихожане каждый раз, приходя молиться, вздрагивают от ужаса, глядя на сцену страшного суда. Что-то есть знакомое в этом библейском сюжете. Вроде бы это президент Лукашенко, а за ним милиционер и омоновец с дубинкой. Художник и не скрывает, кого он изобразил в сцене страшного суда. Возможно, это слишком сильное художественное преувеличение. Но почти каждую неделю в белорусской столице можно увидеть пикеты женщин с фотографиями пропавших людей. И это главное обвинение во всех выступлениях оппозиции против власти. В белорусских газетах открыто пишут о том, на каких кладбищах Минска могут быть тайные захоронения пропавших политиков. И чем дольше отмалчивается Александр Лукашенко, тем сильнее слышны эти обвинения. Поэтому очень символично выглядит акция молодых ребят, которые уже год, как днем и ночью, дежурят на окраине Минска, охраняя кладбище невинных жертв сталинских репрессий от дорожных строителей. Упорство этих студентов вселяет надежду, что рано или поздно и судьба пропавших политиков, оператора УРТ Дмитрия Завадского, тоже прояснится, и срока давности у этих уголовных дел не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok